Всем привет, я Адонис и мы продолжаем проходить третьего Ведьмака. Находимся мы в очень красивом атмосферном месте. Мрачный замок в ночи. Еще облака такие на небе, просто шикарные. Птицы добавляют антуражи. Короче, шик. Вот в этом весь Ведьмак. Выглядит все супер. Можно от первого лица посмотреть. Класс. Но тут мы уже все облутали, всех поубивали. Кого надо было. Отправляемся дальше. Предлагаю обсмотреть доски объявлений. Появились новые задания. Полетели. То начнем сейчас выполнять высокоуровневые задания, а эти пропадут. Ну не пропадут, но станут слишком низкоуровневыми. И опыта никакого не будут приносить. С чего это он удар тут наносит? Так, это что у нас за деревенька? Рудник. Деревенька-рудник. Просьба Анки. Люди добрые. Мой Янка бросил меня одну с детками. Что было ценного, забрал и ушел. А куда не сказал. Если где увидите, плюньте ему за меня в рожу. Предупреждение. Никому ни слова о том, что было на коломнице. Кто будет языком молоть, тот пожалеет. Нужна новая статуя. Молния ударила в статую хозяек, которая стояла у речки, сожгла дотла. Нужно вырезать новую и поставить, иначе наши покровительницы разгневаются. Кому боги талант дали, пусть борется задолго и вырезает. Ой, берется задолотой и вырезает староста. Так, секундочку. А это мы где находимся? Потому что мы не в штейгерах. В рудниках тоже поклоняется этим ведьмам? Поразительно. Вот так вот. Какую власть они имеют. Песец нужон. Песец для объявлений нужон. Плачу продуктами. Объявлений нужон. Песец для объявлений нужон. Плачу продуктами. Велимир. Предупреждение. Люди добрые. Поехал торговать во Вронице. Солдаты покупать ничего не захотели и со злостью весь товар побили. И меня делали так, что свету белого не взвидел. Пусть моя беда будет всем урок. Держитесь подальше от Врониц. Свимил. Найду ведьмака. Найму то есть. Найму ведьмака, чтобы усмирить и перебить чудовища, которые завелись в округе. На время выполнения заказа ведьмаку будет обеспечена бесплатная лежанка, старостинной хате и харчи. Стоимость будет вычтена из платы за работу. Обращаться к старости деревни Залипья. Ну вот, задание. Что-то оно не появилось. Так, можно улучшить тут оружие. И броню. Варвар, я видел тебя ввызи. Я слежу за тобой. Тут нильгардцы стоят. Слышал обригаде. Интересно. Такие, как ты там служили. Нелюбь. Ага. Так, дальше. Объявление сюда. Пойдем. Штейгеры тоже надо слетать. Сначала во Вроннице. Полетели. Как там во Вронницах, интересно. Также анархия царит. Надо правителя сюда нормального. Барон, конечно, уехал. Оставил то. Какой там лейтенант. Очень неудачный управитель. Очень красиво. Так, торгуется. Самогону, желаете? Ну, конечно, посмотрим. Кажем. Так, сколько у нас товара-то? У него денег не хватит, небось. В игратский длинный меч. Пробить этот успех мне. Меч Морибора. Тоже ничего хорошего. Штанов столько вообще. Так, тяжелый успех не пойдет. Этот мы разбирать будем. Все, денег нет. Лук купить, что ли? Купим. Ну, все равно у него денег не хватит. Что еще можно продать? Кружки. Так, отсортируем по весу. А все, денег нету. Ну, ладно. О, кстати. Наливка из Мандрагоры. Две штучки купим. И вот этот тоже, вишневую наливку. Теперь можно продать. Кстати, лечи такие у нас. Классный есть. Клинок из Тир Тахаир. Но этот по-любому хуже. Эмменталь. Не, ничего хорошего. Так, этот разберем. Гвинель. С Гвинелем раньше ходили. Или нет? А, не, не, не. Не, не, ничего хорошего тоже. У него опять деньги закончились. Ладно. Будут еще торговцы. Будь здоров. Так, теперь займемся алхимией. Белая чайка. Две штуки. Ага. Сан-дракона, оптиметр надо. Вот, чертов гриб можно сделать. Надо ребис. Для ребис. А, амела надо. Ну ладно. Что еще там сделать можно? Я от голого глаза. Ладно, амела нужно. Спит на полу прямо. Ужас. Чувак. 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 Сюда. Как солнце слепит. Добро. Паралай манеру спусть. Лешка. Так, вот эта доска. Гадалка всю правду скажет. Я старая женщина и немало в жизни испытала, немало видела. И боги наградили меня даром предвидения. Только возьму человека за руку, гляжусь и сразу вижу, что ждет его впереди. Я никакая не чародейка, но этот чудесный дар у меня есть. Как кто иной плавает хорошо или на скрипке играет. А я вот умею видеть. Если кто захочет узнать, что ждет его в жизни, пусть приходит к старой говорухе. Прямо второй провидец. Починка крыш. Чиню крыши. Только глупец не заботится о крыше своей лачуги. Скажу только, что когда я был в подлесе, то кое-кто не захотел чинить крышу. Их избы сгорели дотла. Видать, что скупердяи прогневали небо, и оно наслало на них огонь. Так что подумайте хорошенько, люди. Мась от сыпи. Мась от любых сыпей, приготовленной знаменитой целительницей, сменяю на солонину. Смердит жутко, лечит чудно лемих. Так, и задание где здесь? Провидица это что-то? Торгуем? Чем могу помочь? Что у тебя? Сколько денег? Так, разобрать она не может, да? А что у нее там за пергаменты? Акси, мощь Квена, малый, глиф Квена. А среднего нету? Надо средний глиф Квена. Пригодится. Сумки, да? 70, а у нас 7. А нет, это не надо. Так, ну все, в принципе. Бывай. Так, теперь к этому краснолюду. Чем могу? Что у тебя есть в продаже? Тут даже мячей хороших нет. Солдат, береги мяч. Что не прочитано? Так, это потом посмотрим. Сначала починить. Все, 119 монет. Брать улучшение. Разобрать. Вот. Глиф Ирдена достанем. Забытый меч вранов. Немножко жалко, но зато камни, камушки достанем. Что еще можно разобрать? Так. Из... Вот. Из перьев Грифона могут понадобиться. Надо обычные перья нам. Перо Чудовище. Перья Гарпии. Вот их можно разобрать. Не все. 6 штук разберем. Где там они? Должны появиться теперь перья-чудовище. Это что такое? Помет? Беса? Чудная штука. Хоть убей, не вижу эти перья здесь. Странно. Ладно. А секундочку. Не, а нету. Бывай. Так, теперь посмотрим, что можно вставить. Какие камни, куда? Гриф Квена пойдет. Гриф Квена пойдет. Ирден. Ну, Ирден иногда нужен. Ставим. Против привидений. Сюда, Квен. В меч ставить два камушка. Большой шанс вызвать оглашение. Прекрасно. Больше больших нету. Пойдет. Все хорошо. Так, ну тут, наверное, ничего не изменилось. Вот этот сержант. Тебе здесь делать нечего. Ну, вообще-то он прав. Пойдем отсюда. Лошадь взять нельзя. Какие-нибудь есть и веселые. Пам-парам, пам-парам. Посмотрим, где еще объявления. Штеггеры. Здесь еще. Тут неизвестно. Может, уровни большие требуются. Сначала в штеггеры. Сопряжение сфер не только на ванилами ир-ведьмака, существами иных рас и невиданными чудовищами, но и породило что-то там. Очень красиво. Освещение, конечно, тут сумасшедшее. Прелесть. Сколько можно уже плакать? Как не приду, все плачет. Продам ввоз. Продам ввоз для сена. Первый владелец. Состояние отличное. Пробег небольшой и хранился в сарае. Понятно. Скорняк ищет работу. Скорняк и коженник. Это было. Отдам пса. Плиту из прутьев. Но где задание? Почему оно желтым было выделено? Странно. Ладно, полетели отсюда. Так, сюда что ли отправиться? А сходим-ка мы туда. От старого дуба. Ну, стояние не маленькое, конечно, но у нас есть плодпад. Почти километр. Полетели. Интересно, с какой скоростью она едет? Судя по тому, как метры уменьшаются, наверное, километров 40 в час. Нет, волки, нет на вас время. Молодец, сама едет по дороге. Так, интересное место. Там следовать не будет. Так, это не туда. Дорожка идет. Спрятанное сокровище. Кто это? Это бес. Еще один. Надо масло. На беса. Кем является? Реликтом, по-моему, да. Масло против реликтов. Чертов гриб. На черта чертов гриб. Само. Вот он, последняя маселка. Ты, 22 уровень. Жесть. Какой он красный, красивый. Очень красиво. Пострижен под пудели. Реально под пудели. Сейчас удары уже закончатся. Загорелся. Маслице. Так, что мы можем еще выпить? Неясыть. А, мы же теперь можем накладывать. Попробуем. Да, точно. Теперь можно знаками пользоваться во всеобщем. Это просто читерство теперь. Все равно не надо на удар попадаться. Само. Ну, что ты творишь? Ну, что ты творишь? Как он не убил меня? Просто поразительно. Ты посмотрел, как я обхожу его сзади? Вот он два удара делает. Это очень нехорошо. Надо быть осторожным. Так, куда это он пошел? Ну, Игни слабо действует. Ну, Игни тут не прокачивает. Так, 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 так. Сзади. Так, на бомбы посмотреть. Улучшенная лунная... Нафига нам нужна. Северный ветер. Чертов грипп. Сон дракона. Картечи. Ну-ка, еще раз. Рожь. Ветер. Куда ты? Че, не действует на него этот ветер вообще? Вот зараза. Хитрил. Я мечом лучше всего. Кстати, столько критов ускакивает. Поразительно. Очень много. Хорош. Шкура красивая у него очень. Прямо колышется. Ну, это какой-то необычный бед. Крывалый. Так. А попробуем Ирден, кстати, использовать. Все. Неужели? Куды? Ускакал. Здоровый. Козел такой. Рогата. Обычно бесы во всех играх-то маленькие существа. А тут бес. Монстр. Ключ разбойника. Записки бандита. Не захотел нам, батька, ничего выделить из наследства. Сказал, дескать, младшим детям, дуля с маком полагается. Что Янка все получит, а нам по свету бродить? Ну, так мы и пошли. И у меня уже свой надел имеется. Холмик вот едва из болот виден. Фара деревьев. Да камыши. Растить тут ничего не выйдет. А оно и не надо. Не было нам места в поле. Так мы орали. Или мотыги больше в жизни не тронем. А, блин. Так мы орала или мотыги в жизни больше не тронем. А на что жить будем? Так я скажу. Ничего хорошего мы от людей не видали. Так мы им тем же по заслугам и отплатим. Или сами нам отдадут, что захотим. Или кончить жизнь, как батька Янка с ножом под ребрами. Понятно. А что тут девушка это делает? Непонятно. Так, как это открыть? Ключ есть у нас все. Открыли. Ух, тут богато. Мастерский серебряный меч школы волка. Сейчас все осмотрим. Бери в клемм. Неплохой был. О, сапоги неплохие. Под дополнительным характеристикам хуже. Нет смысла менять. Эти броня. Чуть лучше. А вот эта штука. Мощь аксия нафиг не надо. Броня-то больше, в принципе. Не, нет смысла менять. Тяжелый доспех. Луна. Стальное оружие. Не. Ну, мастерский меч школы волка, это по-любому мы не сможем пока носить. Ринария? Не. Так, еще пилить и пилить. Латва. На. Ну, давай. Может, что еще интересное будет? По-моему, тут вопросика не было, кстати. О, сейчас будет интересное место. Так, закрыто все. Какие-то военные постройки. Беллигардские. Гостиный дом. О, телепорт. Нормально. Закрывают мне проход и пам-парам поют. Как туда пролезть? Ты куда? Пришли яру. Переем и понтар. Бисельники. Ох, сколько тут народа. Женщины севера моются раз в три месяца. Это правда? Эй, ты. Задержись-ка. Геральт из Ривии, да? Ты же был недавно в Белом саду под Возимой. Да. Очаровательная деревня, если бы не все эти трупы. Если бы не ты, было бы одним больше. Лина. Она выжила благодаря твоему эликсиру. Выжила! Отлично. Очень приятно, что нельфгардский солдат так озабочен судьбой простой северянки. И несколько неожиданно. В ту ночь, когда на нее напал Грифон, она шла на свидание со мной. В лесу за гарнизоном. Прекрасно. Скверное место для свиданий. Любовь к границ не знает, да? Ну вот, пожалуйста, любовь к границ не знает. Нет, не совсем. Ее родители сказали, что если увидят ее с нельфгардцем, обреют ей голову, отрежут язык и выгонят из дома. Послушай, Лина не до конца пришла в себя. Я забрал ее с собой, когда меня сюда перевели, думал она поправится. Но нет, она ничего не говорит, не узнает людей. Большую часть дня спит. Я предупреждал Томиру, у ведьмачьих эликсиров есть мощные побочные эффекты, обычно неизлечимые. Я уже ничем не могу ей помочь. Разве что какой-нибудь чародей. Я не знаю, благодарить тебя или проклинать за то, что ты не дал ей умереть спокойно. Поверь мне, мой выбор был труднее. Все не так просто. Может, еще помогут ей? Торговец. Заданица. Я приехала издалека. Я... Я ищу сына. Он служил в Назаирской легкой кавалерии. Я должна его найти. Я не солдат. Тем лучше. Офицеры отказались мне помочь, но... Я готова скального тролля просить о помощи, если понадобится. Спасибо за сравнение. Почему ты решила искать сына именно сейчас? Он писал мне письма. Мне и своей невесте регулярно. Они приходили каждую неделю, а потом внезапно перестали. Это на него не похоже. Что-то случилось. Погиб, наверное. Можно он мертв, солдаты что-нибудь рассказали? Его товарищи по оружию что-нибудь рассказали? Одни вообще не хотят говорить, другие лгут. Этот квартирмейстер, к примеру. Он сказал, что Гродеберт, мой сын, ушел на разведку и не вернулся. И почему ты ему не веришь? Мой сын служит в легкой кавалерии. Назаирская бригада. Он не разведчик. Мне нужна помощь, чтобы найти Гродеберта. Или его тело. Я готова заплатить, сколько понадобится. Как твой сын выглядел? Его узнать нетрудно. Во всей Нильфгаардской армии не найти бойца с такой гривой. Волосы у него огненные. Рыжий Нильфгаардец? Его отец был родом из Мактурги. Люди там светлые. Мой сын в отца пошел. Я могу рассчитывать на твою помощь? Я сделаю все, что смогу. Ты не пожалеешь. Я ради Гродеберта на все пойду. Помни об этом. Я поспрашиваю, может, что узнаю. Мой слуга пытался что-нибудь выяснить. Пил с солдатней. Но из отряда моего сына никого не встретил. Как будто его и не было. Сходи к квартирмейстеру. Может, с тобой он будет честен? Мне кажется, будет. Мать такие вещи чувствует. Ну, посмотрим. Прекрасно. Новое задание расследования. Узы крови. И уровень не очень большой. Можно и выполнить. 12 всего. Здесь еще ниже. Ну, раз мы уже тут. Так, торговец. Еще один там. Приветствую. Такой же, как и все. Покажи, что-то. Корень. Надо он еще? В ходу дела, да. Че, денег нет уже? Эх, какой бедный торговец. Ностриц, по-моему, нужен был. Вот этот тоже, оптимый, это какой дорогой. Две штучки купил. Так, боты. Продадим. Тоже нафиг надо. Так, сейчас в алхимию залезем, посмотрим. Бывай. А, ребис, а мелый нет. Сколько синих мутагенов. Жесть. Негреда еще надо. Танцующая звезда. В принципе, нужная штука, да. Сон дракона не особо нужен. Негреда. Ну, можно сделать эфир. Негреда сначала. Так, эфир. Нету без меры. Кстати, у него были без меры. Можно купить. Покажи. Тем более, они дешевые. Сразу 6 штук куплен. Бывай. Так, на эфир чего не хватает? А, все хватает. Прекрасно. Стал саребис. Теперь семинар спорничен. Ямела, амела. Так, где-то еще тут торговец был. А? Ой. Еще один. Ну, чего? Покажи, что это? Так, цедорийский гомбинезон. Неплохой, между прочим. По броне. Ну, только по броне. Дополнительные характеристики никакие. А, покупать все равно не будем. Пойдем дальше. Прощай. И третий. Покупать будете ли смотреть? Новое лицо, кстати. Покажи мне свой товар. Мечник. Чёрная жемчужина. Можно купить и миссию завершить. Ну, неохота так просто и завершать. Нет. Прощай. Обалдеть, какая тут территория. Гигантские города, базы. Очень большая игра. Все такое детализированное. Куча всего интересного. Лагерь Нидгардской армии «Центр». Сколько нильфов. Пойдем в центр. В центр-центр. Говорят, женщины севера моются раз в три месяца. Ну, фраз маловато. Повторяют одно и то же. Из лука не стреляют, да? Варвары. Сюда нельзя? Интересно туда попасть было бы. Посмотрим. Пусто. А, и здесь задание, кстати. Поговорить с этим мужиком. Предупреждение пораженцам. Не забывайте, что распространение пораженческих настроений является ненаказуемым проступком. Критические высказания в адрес императора Энгаревар Эмрейса и его политики, а также обсуждение приказов офицеров будет караться поркой. А приказы к дезертирству, призывы к дезертирству или мятежу к смерти. Квартирмейстер Эйгебрахт. Извещение. Солдаты. Только за прошлую неделю в лазарете отмечено 5 случаев трипера и 3 случая лобковых вшей. Поэтому с сегодняшнего дня я запрещаю всякие связи с местными женщинами. Те, кого поймают на нарушении этого приказа, или у кого лекари найдут вышеупомянутые темерские болезни, получат столько плетей, что и долго после окончания войны у них и мыслей о любовных приключениях не появится. Эйгебрахт. Пение патриотических песен. Солдат после наряда загляни в палатку 3-й роты 2-го батальона на вечер патриотической песни. В том числе и мы будем петь «Император», что Нильгардом правит неустанно, «Мы 2-я бригада», солдаты группы «Центр», «Черная пехота» и многие-многие другие. Если у тебя нет голоса, приходи послушать. Один за всех и все за одного. Вместе к победе. Аукцион вещей рядового Лелевина. Рядовой Лелевин умер от ран после 50 плетей, полученных за уход с поста. Его личные вещи, а именно книга заглавленная, всеобщая для начинающих. Коричневый кесет, пустой. Серебряный медальон, женским портретом и локоном под стеклом. Резная гребенка из кости. Будут проданы на аукционе. Квартирмейстер Эгебрахт. Интересно, что кесет пустой. Уже обчистили. Приказ от Ватье де Ридо. Кому? Командование армии Центра. Доведите до всех солдат. Нападать на темерских партизан запрещается. Бой вступать только для самообороны. Наши главные враги – ряданцы. За нарушение приказа наказывать в соответствии с параграфом 3 главы 10 устава Ватье де Ридо. Кстати, это шпион в Венте Ватье де Ридо. Пропали солдаты награда. Объявление. Солдаты на службе его императорского величества Ингвера Вар Эмрейса пропали при исполнении. За помощь в их обнаружении назначена награда. Подробности у Квартирмейстера лагеря Армии Центра. Еще задание, по идее, там должно быть. Новая отметка. Еще задание. Пропавший патруль. Пропавший патруль. Посмотрим. Седьмой уровень всего лишь. А уже опыта не даст. Там было сюда раньше идти. Ну ладно. Облутать нечего. А, нет, есть чего. Ладно, не будем рисковать. Хотя. Еда нам никогда не помешает. Он так увлекся, что даже не видит мы его обкрадываем. Вареник, знаменитый. Гимны и баллады. Так, тут надо тоже обкрасть. Теперь поговорим. Сыграем в карты. Давно вы здесь стоите? Что-то ты совсем уставший, квартирмейстер. Долго вы здесь уже стоите? Слишком долго. Но придет день, когда штандарт императоров завьется над Новикрадом, а потом над Тритагором. И мы вернемся домой. Что-то у меня продает. Покажи мне свой товар. Не густо. Не густо. Я увидел твое объявление. Нет, торговаться нет смысла. Местные крестьяне вас не освободителями считают. Говори прямо, ведьма. Отряд был небольшой. Никакой подмоги. Мужики их на вилы могли поднять. Чтобы какое-то отребье порубило имперский разъезд? Может, скажешь, еще и тракон сожрал? Эссе, блюдо-йок. Блюдо-йок. Что твои люди делали в том лесу? Ничего особенного. Обычный патруль. Ладно, я этим займусь. Поиски лучше начни с той стороны озера. И удачи тебе, ведьмак. Ну, второе задание тоже расспросим уже. Приветствую, квартирмейстер. Честь и слава, Геральт. Чем могу помочь? Я встретил одну нельфгаардскую женщину. Она ищет сына. Вот упрямая. Я не знал, что она наняла ведьмака. Скажем так, меня тронули слезы матери. А если все матери приедут на войну искать своих сыновей? Я встретил только одну и обещал ей помочь. Стану я рассказывать какому-то нордлингу, что творят наши солдаты. О! Не зря мы аксии учили. Теперь соберись и расскажи все, что знаешь. Так точно. Этот рыжий щенок служил в Назаирской легкой кавалерии. Недавно он и еще несколько таких же из его роты решили дезертировать. Я приказал их выследить. Мы поймали их на болоте. Недалеко отсюда. Кто-то сбежал. А что с теми, кого поймали? Мы их повесили. По законам военного времени. Но не знаю, был ли среди них тот рыжий. Я ожидал большей точности от нильфгаарского офицера. Если бы я подал рапорт, что кто-то сбежал, их бы пришлось преследовать. А у меня не было ни времени, ни средств. Так что я написал, что все мертвы. Все равно они на болотах долго не протянут. Я попробую их найти. Отлично. И в карты с ним сыграем. Приветствую, кортермейстер. Честь и слава, герб. Давно я не играл в карты с подданными императора. Сыграем в гвинт? Ах, за нильфгаарта рановато еще. Колода не такая хорошая. Хотя, нет, потом. Так, шпион есть. Хорошо. Ямка не нужна. Хорошо, выплата. Очень хорошо. Хорошо. Зараза, лютик. 12 очков у него выходит. Может, проиграть этот раунд первый? Кард получится намного у нас больше. Ну, на две штуки. Я башня не сыграем и удвоим их. Тоже шпион есть. Мы его еще используем. Цирилла. Ох, карта хорошая такая. А ну, вот так вот. Спасовал. Все прекрасно. Победа. На эту карту больше потратили. Мелочи. О, шпион попал. И еще шпион используем. Так, надо, чтобы Енифер выпала. Не выпала. Ну ладно. Так, шпион. И теперь Енифер. Все равно нет. Ну, пара хоть. И две пары же. Так, у него 17, у нас 5 карт. Зато у нас 4 больше. Нет усилений. Только пары. Потихонечку будем играть. В принципе, эту партию можно и проиграть. Посмотрим, как он будет ходить. Легкие карты выложим. Ах ты. Это хорошо. А, блин, он шпион использовал. Это плохо. Но все равно у нас карты больше. Еще один шпион есть. Это меняет ситуацию. Теперь надо выигрывать этот раунд. Казнь. Ничего себе. Но это не страшно. Хорошо, что он сейчас использовал эту карту. Надеюсь, пары у него не будет. Ну, вот, несерьезно. Ну, ясно, нету. Все. Чучело. Все, победа. Прекрасно. Шпион? Откуда он и шпион был? Почему он его раньше не использовал? Не, все равно победа. Товар Эгебрахт. Элементаль огня. Я видел тебя ввызи. Так. Куда идти надо? Брошенный лагерь. Обалдеть, какие тут редуты. Большой лагерь. Но внутрь попасть нельзя. Порядочный тиль. Далеко довольно. Так, ну ладно. Пойдем мы туда уже в следующей серии. Это заканчивается. Кто смотрел, спасибо. До встречи.